Дмитрий Хворостовский прошел курс лучевой терапии и сообщил о том, что болезнь отступила. Болезнь, название которой в его семье произносить вслух не принято. Он по-прежнему летает по всему миру, но чего ему это стоит? Гастрольный график на ближайший сезон. Нью-Йорк, Мюнхен, Берлин, Барселона, Париж, Москва и, конечно, Вена. Этот город музыкальных снобов не прощает срывов и фальши. «Однажды в Вене» с Дмитрием Хворостовским, его женой, родителями, детьми и тещей. История одной чрезвычайной ситуации от Любови Камыриной. Жизнь, знаете, она прекрасная, очень короткая. Я пытаюсь в последнее время себя как-то держать в какой-то определенной нише, где мне спокойно, комфортно, где мне хорошо, где не конфликтно и так далее. Трагедия существует в слишком большом масштабе. Шестерых в Ростовских в одной Вене, не считая тещи, чрезвычайная ситуация. Они встретились однажды посреди Европы. Ближний круг, за его пределы главный Хворостовский, не выйдет до завтрашнего вечера. Двое суток он проведет в тишине класса люкс в номере с видом на венскую оперу. А выйдет ли он на сцену, этого не знает никто, даже он сам. Я бесконечно волнуюсь. Адреналин, сухость, ответственность большая. Сердце начинает биться так, вот так вот. И очень нелегко совладать с собой. И не выплюнуть своей связкой во время спектакля в середине где-то, понимаете? А Димина здоровье с детства шалило очень сильно. Мы страдали все безумно. Однажды в 2015 году его жизнь разделилась на до и после. До – чистый восторг на бис. Еще была жива та, которая любила его как сына. Примадонна Елена Образцова, чей диагноз – лейкоз – оказался непобедим. Еще была здорова та, которая посвятила ему жизнь. Его бессменный импресарио Елена Недосекина, сгоревшая от онкологии буквально за месяц. И в той жизни его самого еще не приговорили к лучевой терапии. Несокрушимый сибиряк, супермен из Красноярска, вечно иронизировал по поводу тех, кто маниакально бережет себя и свои эксклюзивные связки. Певцы все дорожат своими голосами, они все немножко такие толстенькие, заматываются в шарфики. Можно идти от противного, можно заниматься маржизмом. Теноров я не вспомню, но сопрано я бросал в прорубь с собой. Конечно, можно в проруби купаться, но это все равно, что на рояле гвозди выпрямлять. Это его тело, его организм – это инструмент. В 2015-м, за полгода до диагноза, он готовился стать демоном. Два часа, нисходя со сцены, изображать вселенское зло. За эту оперу композитора Рубинштейна никто не брался почти полвека. Как-никак демоническая партитура. Один раз мне не посчастливилось спеть это с Гергием, у меня не получилось. То есть я заболел, жутко заболел совершенно. В общем, Валерий Бесалович меня уговорил спеть первый роман с демоном, который я прохлепел. Это было все. То есть я не знаю, как дальше концерт продолжался, но я ушел. И, конечно, самые жуткие воспоминания об этом. И все-таки Бес его попутал. Вот так запросто сдаваться – это не про Хворостовского. Демон – это свобода. Это свобода мыслей, свобода любви. Это против рутин, против системы. Вся моя жизнь, по-моему, это доказательство какого-то выхода за рамки. Когда он родился, он родился где-то 7 месяцев, 10 дней или, ну, в общем, где-то вот в таком вот сроке. Но беда не в том, что он преждевременно родился, а то, что организм его очень трудно приспосабливался к этой жизни. И ребенок дошел до такого состояния, что я была в ужасе. С этим миром у этого демона свои счеты. На десятый год его жизни стало ясно – мальчик Дима родился, чтобы сражаться. Когда ему было годика три, допустили роковую ошибку, я говорю, просто какое-то невезение было, страшное дело. Ему дважды сделали ВСЖ, то есть ввели туберкулезную ослабленную вакцину. Это вызвало вспышку туберкулеза у ребенка. И вдруг я заметила, ребенок не слышит, плохо слышать стал. Однажды моя мама говорит, Боже мой, ну сколько можно? Ну за что нам такие испытания? Ну посмотри на нас, ну пожалей нас. А потом она мне говорит, вот видишь, Бог есть. Он меня услышал, и он нас пожалел. Он Димочке дал голос и душу. АПЛОДИСМЕНТЫ Слезливым летом 2015 Европа как-то особенно посерела и отсырела. В июне в Ростовскому поставили диагноз вскоре после одной из репетиций, когда из-за головокружения он не смог удержать равновесие. В июле 2015, когда он готовился к лучевой терапии, российские супергерои мировой оперы во главе с Примадонной Нетребко вышли на сцену в майках с надписью «Дима, ты победишь». И тут уже без вариантов. Тем более, что у бойца безукоризненный тыл. За этой брюнеткой, как за каменной стеной. Сегодня она, его сиделка и психолог, выучила русский, чтобы понимать мужа с полувздоха. Флоранс, фло, флоша, если совсем для своих. Моя флоранс, моя фло, она мне помогает просто несказанно. Когда у человека есть, у мужчины есть тыл вот такой вот, и поддержка деликатная и умная, это и окрыляет, это и помогает. И в этом отношении, конечно, у нас тоже команда. Мы всегда знаем заранее, где он будет, и мы всегда за это, мы всегда смотрим, когда, возможно, или уикенд, или каникулы, мы всегда к димам, и к ним приедем. Всегда. Это очень важно, быть вместе. Для всех. Для Дмитрия, для детей, для меня. Когда-то полуитальянка, полуфранцуженка Флоранс начинала как оперная певица, подающая надежды, а продолжила как жена мужа, отдающая пас без промаха. На воротах тещих в Ростовского, она же играющий тренер. Мамма миа, ба, ке бело! Чтобы высоко отбить, надо ударить мыском, вот этой частью. Центральный нападающий Максим и опорная полузащитница Нина. Я скучаю по детям, конечно, бесконечно, бесконечно. Очень, очень плохо без них. А, соответственно, им без меня. Мы очень так тесно привязаны друг к другу. Пойдемте к Диме. Давайте в последний разок. Группа поддержки нервничает сутки до премьеры. Для Хворостовского это вызов и себе, и публике. Здешняя публика – страшный суд. А вот здание суда – легендарный театр. И аллея звезд по периметру. Вместо Микки и Минни Маусов – Верди и Шостакович. А вместо чизкейков – во всех кафе тортики по имени Моцарт. Чуть позже Моцарт идет в оперу – 70 центов за два акта в подземном переходе. Музыкальная столица планеты – Вена – требует крови. Той, что идет горлом, заливая зрительный зал. Вот почему на завтрашнюю премьеру не мог не прилететь и этот профессионал – лучший друг по музыке и по жизни. Все, что он чувствует, это все, конечно, отражается на его голосе, на исполнении, на всем. Но, мне кажется, Дмитрий очень сильный человек. А сколько лет Возземли знаков? Ну вот, с конкурса в Кардифе. Это было в 1988 году или 2009. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Конкурс в Кардифе – те же Олимпийские игры. Прямая трансляция на весь мир, кроме Советского Союза. Колоссальные премиальные. Хворостовский стал единственным советским певцом, получившим гран-при и полную свободу от зарплаты. Сразу его все, все Англии, все его знали на улице прямо. Он тогда молодой, не понимал еще, что такое. Он споет, зал беснуется, Дима так удивленно смотрит, думает, а что такое. Наверное, не совсем осознавал, что он сделал. Мама Хворостовского – врач-гинеколог, отец – инженер-химик, с абсолютным слухом и с личной драмой во весь баритон. Его вокальная карьера ограничилась домашними концертами. Я не хотел, чтобы он повторил мой путь. Работал там где-нибудь, я не знаю, кем, кем-то. И вроде как тайком занимался музыкой. Он там сперва кинулся в рок, там рок-музыкантом был, на каких-то площадках выступал. Я просто был в ужасе. Ты зачем? Где те музыки? Ну, отошел от этого, отошел. Не стал петь. Ну, конечно, понимаете, вокал заражает. Вот как ты начал заниматься вокалом, ты от него не уйдешь. Вот курить не бросишь, петь тоже не бросишь. Вот такие вот дела. Эта болезнь такая очень стойкая. Да. Минус три килограмма после каждого выступления. Опера – тяжелая атлетика, без допинга и без фонограммы. Только вот Хворостовский – это рок-н-ролл, без оглядки на режим. Так было. И в той жизни, за десяток лет до диагноза, он только производил впечатление «Железного сибиряка». Дима пел регалета в Хьюстоне. Я вижу, вот не могу понять, что я вижу. Или я вижу сон, или видение. Ко мне приходит мама и говорит, может случиться страшное горе непоправимое. Будь очень осторожна и внимательна. И все, и ушла. Вдруг звонок. Звонит Дима и говорит, мама, я не знаю, что у меня, очень плохо. И я говорю, немедленно. Пусть Флоша садится за руль и везет к тебя никуда-нибудь к хирургу срочно, немедленно. Ну, так они и сделали. Привезли, у него было сильнейшее внутреннее кровотечение. И в пищеводе открывшаяся язва на большом сосуде. И он чуть не погиб. Три часа до премьеры. Впервые за два дня Хворостовский покинул гостиничный номер, чтобы проводить детей. Нина и Максим вместе с няней улетают в Лондон. Им завтра в школу. И это даже хорошо, что вечером они не пойдут в театр. Всем так спокойнее. Мало ли что. Час до премьеры. Естественно, будет аншлаг. Тут билетики лишними не бывают. Даже за миллион евро. Сотни поклонников слетелись на Хворостовского. Это лучший голос во всем мире. Есть фанаты, которые из разных стран съезжаются на его концерты. С одной, так мы уже большие приятельницы встречаемся здесь. Сегодня мы очень нервничаем. Пусть у Димы все получится. Профессиональную съемку руководство театра запретило. Высокое искусство не тиражируется. За эти кадры спасибо команде мечты во главе с Флоранс. Спустя три с половиной часа страшный суд встал и вышел в полном составе к служебной двери венской оперы. Сотни человек. Чтобы рожденный сражаться понял, это не ремиссия, как говорят врачи. Это победа полнокровная здесь и сейчас. Я думаю, что Дмитрий спокойно еще сможет продержаться на самом высоте своем еще долго. Десятых лет? Минимум. Стоим в раздевалочке за пальто, подходят женщины и на ломаном русском языке все-таки поздравляют меня с мальчиком. Мальчик он. Мой мальчик. Мужики стареют, но не взрослеют. Вот как раз тот случай. Мальчик.